Электронный больничный стал доступен пациентам региона ровно год назад. Время подводить промежуточные итоги. Специалисты констатируют, доверия к сервисам стало гораздо больше. В Ивановской области за истекший период выдано больше 17 тысяч больничных листов в электронном формате. В передовиках 7-я городская больница Иванова. Здесь этой услугой пользуется примерно треть от всех пациентов. На рабочем месте врача установлена специальная программа, в которую заводятся данные, на базе которой формируется электронный листок нетрудоспособности. И напрямую отправляется работодателю, который его получает также в электронном виде. Пациенту при этом на руки выдается лишь номер листка нетрудоспособности, о котором он может известить свою бухгалтерию. К концу года стоит задача количество выданных электронных больничных увеличить почти до 100%. Но у пациента и у бухгалтера на его работе всегда есть выбор, что взять – бумажный вариант или его аналог. Врачи не заставляют и даже не советуют. Сейчас вообще электронные сервисы очень развиваются. А учитывая того, что фонд социального страхования переходит на прямые выплаты с июня следующего года, тогда вообще все наше электронное взаимодействие между страхователями, медицинскими учреждениями и фондом социального страхования будет проходить в электронном формате. Поэтому сейчас у нас есть небольшое время, годик отработать эти функции, эти сервисы. Электронные листы нетрудоспособности нужны работающему, а значит относительно молодому и прогрессивному слою населения. Им преимуществ объяснять не нужно. Такой больничный нельзя ни помять, ни потерять. Да и ошибки в заполнении быть не может. Ведем постоянную работу над тем, чтобы у каждого врача имелась электронная цифровая подпись, и чтобы для удобства пациентов эти больничные выдавались не в пункте выдачи, а непосредственно в кабинетах. То есть это будет уже следующий этап по упрощению этой системы, чтобы больничный прямо в кабинете врача выдавался. Стационар или поликлиника, детская или взрослая больница, частная она или государственная – это вовсе не важно. Вариант с электронным больничным должны предложить везде. Для пациентов удобство неоспоримо. Врачи, правда, приняли прошлогоднюю инновацию с трудом, были шероховатости в работе, но уже научились и сервис освоили. Теперь всем советуют отказываться от бумаг. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.